Обновленное положение Елизовской контрольно-счетной палаты признали в Крымом суде законным и правомерным. По мнению представителей Елизовского депутатского корпуса, в старом документе органа государственного финансового контроля не были четко прописаны такие важные моменты, как снятие и назначение председателя и его заместителей. Там расширяются возможности всего корпуса, большинства депутатов. Не главы, не временно исполняющего полномочия, а общего корпуса. Там более жестко проработаны позиции по снятию и назначению председателя контрольно-счетной палаты, аудитора в случае наличия определенных оснований. И сегодняшний судебный процесс постановил о том, что весь проект принят законно, принят и разработан в рамках 6-го федерального закона о контрольно-счетном органе и полностью соответствует всем процессуальным нормам. Однако с этим решением суда представители Елизовской контрольно-счетной палаты категорически не согласны и намерены его обжаловать. Также они не понимают, как орган, который создан для проверки эффективности и законности распоряжения бюджетными деньгами, в том числе и депутатскими, должен сам перед ними, то есть депутатами, отчитываться о своих расходах. Причем делать это народные избранники хотят ежеквартально. На самом деле эпопея разбирательств в Елизовском городском поселении между собранием депутатов и контрольно-счетной палатой длится более двух лет. Тогда в марте 2022 года глава районного КСП Владимир Кекух пожаловался в Елизовскую городскую прокуратуру на попытку рейдерского захвата. Тогда еще главы Елизова Олега Мартынюка и его коллег. Приехал Леонидович Мартынюк, Сычев, Павел и представители. По-моему, у них представитель на тот момент был Дука. Ну, естественно, да, нам нового руководителя представили. Да, я была на тот момент и на самом деле был очень неприятный момент. Фактически силовой захват был учреждений. Руководитель был на больничном, нам привели другого руководителя, сказали, что собрание представительного органа уволил нашего руководителя и приняли другого руководителя. И сказали нам открыть помещение, отдать все документы. А если мы не отдаем документы, то будут скрывать помещение и все просто заберут сами. Также о противоправных действиях этой кампании Владимир Кекух написал и в прокуратуру. Через несколько месяцев следственным отделом по городу Елизова было отказано в возбуждении уголовного дела. Такое решение господина Кекуха не устроило, и он повторно написал жалобу в районный дом правосудия. Далее следуют неоднократные, мягко говоря, странные решения Елизовского районного суда. Следственный комитет просил продолжить расследование, однако суд обращение игнорировал и в продолжении разбирательства отказал. Там же прошли судебные процессы, которые подтвердили, что все было законно. Второй момент, что изначально само снятие было связано с тем, что в федеральный закон внесли поправки. То есть, если раньше председатель занимал там должность муниципальной службы, то теперь это называлось муниципальная должность, просто муниципальная должность. И в связи с поправками там было его, условно говоря, переизбрание. И вот на вот этом моменте, да, получается, был другой председатель, вот, там это все было достаточно сложно. И в конечном итоге другой председатель, Карташов, написал заявление по собственному желанию, вот, и потом опять переизбрали непосредственно Кекуха. По собственному желанию свой пост захотел покинуть осенью 2022 года и глава Елизова Олег Мартынюк. Вот только уйти спокойно ему не получилось. Прокуратура Елизова доказала в суде, что чиновника необходимо уволить за сокрытие доходов собственных и имущества членов его семьи. Теперь Елизовский суд от имени государства требует вернуть в казну более 23 миллионов рублей.